приветствую вас всех на своем канале вязание и сегодня девчонки я хочу снять очередную болталку нас на тему а знаете ли вы что и так как у нас с вами все ближе и ближе приближается праздник новый год скоро уже во всех домах придет этот праздник да я хочу немножечко поболтать на новогоднюю тематику девчонки новый год это все прекрасно мы все знаем новый год сулит нам что-то новое неизведанное но я хочу немножечко углубиться и пойти дальше и разобрать сегодня такой праздник как сочельник да что это такое когда начинается сочельник и вообще история сочельника то есть сочельник уже позабыта напомню что я постоянно готовлюсь каждому выпуску такой болталки и подготавливаю для себя бумажные материалы так мне проще я на не я в них смотрю и рассказываю естественно и так давайте приступим если вам интересно то я буду рада если вы будете оставаться со мной девочки и так значит сочельник уже позабыта и к сожалению великий церковный праздник такой как вот сочельник что это такое вообще теперь знают единицы во времена наших прабабушек его вообще славили более чем рождество христово расскажем о том как готовились к этому дню и как отмечали его наши далекие предки значит что такое сочельник перед рождеством откуда произошло название данного праздника оказывается что от слова сочева это блюдо которое готовили специально в этот день для угощения всех домашних для этого хозяйка замачивала обваренные зерна злаков это пшеница ячмень чечевица рис соки семян начата маковой миндальной или ореховой блюдо получалось постным маслом в него не клали допускалось лишь добавление ложки меда чтобы сделать кушанье более питательным иногда его заменяли кучей сочева люди употребляли в этот день в подражании библейскому пророку даниилу притча это относится к ветхозаветным временам так я что тут запуталась к ветхозаветным временам язычник юлиан отступник желая покуражиться над верующими постящимися людьми приказал все продовольствие на рынке обрызгать кровью животных представляете девочки принесенных жертву идолом тогда пророк даниил приказал своим отроком послушником питаться размоченными зернами и сухофруктами так верующие смогли избежать принятия оскверненной языческой трапезы когда празднуются вообще наши далекие предки очень любили сочельник когда начинается он знали все от мала до велика святую традицию его празднования чтили и передавали из поколения в поколение примечательно что много лет назад сочельник отмечался не один раз в год а несколько раз так например 24 декабря по старому стилю или 6 января по новому люди праздновали канун рождества христова именно этот день сегодня и принято называть сочельником но также соблюдали данную традицию и накануне богоявления 5 января по старому стилю или 18 января это по новому да уже календарю и на благовещение и в субботу первой седмицы великого поста сочельник в разных странах многие государства сегодня отмечают этот большой церковный праздник русская православная и греко-католическая церкви чествуют его 6 января 7 по 19 января время святок когда уже закончился сочельник что это такое знают теперь пожалуй только в деревнях о том как проводятся эти две святочные недели будет рассказано ниже девочки страны которые живут по грегорианскому календарю отмечают раз рождественский сочельник 24 декабря примечательно что название у данного праздника в разных государствах отличаются так например сербии боснии герцоговине это бодняк или боднидан словения святивецер болгарии бодни вечер православный сочельник известно что данному празднику предшествует строгий рождественский пост который длится с 28 ноября по 6 января сочельник у православных принято не есть до первой звезды ее появление связано с преданием о вифлеемской звезде которая возвестила рождение святого младенца вечером люди на стул не собирали и ужинать не садились делать это можно было с появлением на небосклоне первого огонька после этого наши предки накрывали стол белоснежной скатертью клали на него пучок пучок сена в память о яслях где родился спаситель и ставили 12 постных блюд по числу учеников иисуса христа ели сочевые славили господа традиции в католичестве не все страны соблюдают строгий пост готовясь отмечать сочельник три традиции католической церкви гласят что это считается хорошим правилом но не обязательным к исполнению в странах европы на сочельник собираются как правило широким семейным кругом за праздничным столом уставленным постными блюдами как интересно главная фигура здесь отец семейства перед началом трапезы он читает отрывок из евангелия о рождестве затем присутствующие вкушают дары щедрого дома как правило за столом всегда оставляют свободное место и ставят прибор на тот случай если кто-то еще присоединится к празднованию ну например гости зайдут наверное это предполагаю на скорее всего а еще у католиков существует традиция обмениваться обладками рожаными хлебцами с фигурками хлеб надламывают и тот кого угощают кусочком должен сказать доброе пожелание присутствующим крещенский сочельник что это такое много хороших но к сожалению сегодня уже позабытых обрядов соблюдали наши предки как уже говорилось выше сочельник православные люди праздновали праздновали не только перед рождеством да как я уже говорила но и перед ним освещение воды и крещения с ними были связаны свои традиции например такие как провода умерших родственников и изгнание всякой нечисти для этого в крещенский сочельник в некоторых губерниях парни ходили по дворам с метлами ударяли ими по воротам и кричали что есть мочи считалось что таким образом они прогоняли нечистую силу за трапезой в этот праздник собиралась вся родня готовили обязательно кучью компоты сухофруктов или кисель пекли блины варили гороховую кашу на стол ставили же зажженную свечу и клали немного еды на блюдце для родственников которые ушли уже в мир иной во многом крещенский сочельник напоминал рождественский святки 7 января до сразу после сочельника люди праздновали рождество а потом начинался уже период святок который так и назвали время от звезды до воды то есть от появления первого огонька на небе в сочельник до освещения воды в крещение само слово святки означает цветы и праздничные дни издавна на руси в этот период не играли свадеб однако время проводили очень весело в песнях танцах гуляниях переодеваниях и сатирических представлениях парни и девушки из разных деревень устраивали игрища они переодевали в зверей и мифологических животных ходили вечерами по домам пели песни вознося хвалу хозяевам стараясь выпросить у них для себя угощения этот обычай называет калядование я знаю что в деревнях многие еще калят на калятки ходят святки это время разгула нечистой силы и прихода душ умерших родственников на землю во многих селениях руси существовали свои традиции связанные с этим так например на улицах центральной и южной россии сочельник около избы жгли костры из соломы чтобы умершие родственники могли прийти и погреться нередко в них бросали липовые веники чтобы покойники имели возможность попариться в баньки а еще в сочельник на стол иногда ставили кучью блины и кисель традиционное угощение во время поминок по усопшим делалось это для того чтобы умершие родственники могли разделить трапезу с живыми людьми в период святок молодушки устраивали гадания проводили магические обряды произносили заговора как сделать вообще сочево до угощение вот это наши прабабушки знали что готовить нужно что готовить нужно на сочельник эти древние рецепты приготовления рождественских блюд они вообще не позабыты и сегодня вообще любая хозяйка при желании сможет сварить сочево например вот рецепт этого блюда 1 стакан зерен пшеницы 100 грамм мака 100 грамм грецких орехов 1 или 2 столовые ложки жидко жидкого меда немного сахара далее зерна пшеницы положить деревянную ступку и истолочь до того состояния чтобы оболочка зерен отошла при этом нужно подливать массу понемногу теплой кипяченой воды затем шелуху удаляют промывая зерна пшеницу заливают водой так ставят на огонь и разваривают до готовности получается рассыпчатая каша в деревянной ступке таким же образом растирают мак до появления макового молочка я если честно даже не представляю как это сделать ладно дальше добавляют его в кашу кладут туда мед сахар и тщательно перемешивают в конце массу кладут толченые ядра уже грецкого ореха вот и все сочева готова лично я от себя скажу что я конечно не планирую блюдо такое делать но если у кого-то есть желание то конечно можно сделать как раньше готовились к празднику к этому то есть как говорила ранее до строгое воздержание от скромной пищи предшествовало такому празднику как сочельник когда начинается этот пост мы знаем до 28 ноября 5 недель нельзя было употреблять пищу продукты животного происхождения мясо рыбу молоко яйца масло там топленое творог творог да там кефир сметана зато разрешалось и вообще кушать все постное вареную картошечку с огурчиками с грибочками репу пареную каши на воде вкусный хлеб квас перед сочельником убирались в доме стараясь заглянуть во все уголки а затем жарко топили баню мылись и меняли одежду люди считали что в чистоте нужно держать и тело и мысли поэтому прежде чем сесть за праздничный стол они зажигали свечи у икон в доме и творили благодарственную молитву также девочки существуют народные приметы на сочельник например на праздник на стол с белой скатертью ставили восковую свечу и зажигали ее со словами гори свеча праведное солнце свети душечком в раю и нам живым грей землю матушку нашу скотинку наши не вы если огонь он горел весело и значит год будет благополучным и урожай нам если моргает и трепещет придется затянуть пояса потуже вечером смотрели в окошко если ночь ясное и звездное лето будет щедро на урожай ягод а год будет хорош для приплода домашнего скота если перед сочельником разыгралась метель пчелы будут хорошо роиться какого числа сочельник 6 января до самый разгар русской зимы ожидалось что на дворе в это время будут свирепствовать морозы однако не всегда бывает именно так неожиданно могла начаться вот теперь и если вдруг случится на на праздник копель значит не стоит ждать доброго урожая со своего огорода а вот гречка на греча наверняка будет хороша на праздник и не если на деревьях то к добрым хлебам святки до святочная неделя святки это славянский народный праздник который приходится на зимний период святочная неделя у христиан длится 7 января по 19 января начиная с рождества христова до крещения господня католический праздник приходится на период с 25 декабря до 6 января отмечать это событие начали еще в древние времена в шестом веке имелось писание гласящее о праздничных днях когда не появля не полагается справлять венчание и класть поклоны тыс просто 567 году второе тура туронское собрание отмечает дни от рождества христова до богоявления праздничными в римской империи нередко нарушался негласный закон о колядовании и гаданиях в этот период несмотря на правила вселенского собора на руси существовал даже закон запрещающие старинные идолопоклонические предания разнообразные суеверные игрища и переодевания в наряды кумиров для подражания также на руси во время святок запрещалось устраивать грандиозные гуляния с песнями и плясками далее традиции и обычаям да несмотря на закон люди праздновали святки по-своему в первый день праздника было принято навещать близких и родных а также оказывать внимание бедным обделенным и нищим людям многие семьи на руси помогали обездоленным да подкармливая их посещали детские дома приюты больницы даже цари переодевшись в простолюдинов даже цари переодевшись в простолюдинов навещали заключенных в тюрьмах и подавали милостыню на улице просящим существовала традиция дарить подарки пришедшая из язычества она перекликалась с подношением даров богам люди дарили подарки знакомым и друзьям начиная от копеечных сувениров и заканчивая дорогостоящими презентами ключевым моментом в праздновании святок считалась семейная трапеза женщины вставали рано утром чтобы приготовить на стол и убраться в доме готовили различные кушанья кутью, сладкие блины, печенье с орехами, сбитень, маковник, овсяный кисель стол накрывали на всех присутствующих добавляя дополнительные приборы для умерших в прошедшем году родственников завершением святок была подготовка к крещению руслые мужчины со всей деревни собирались вместе и отправлялись на водоемы они прорубали прорубь для предстоящего омовения обычно этим занимались последние два дня святок неизменным атрибутом святок были гадания когда собирались молодые девушки и узнавали свое будущее ритуалы были различные в каждой деревеньке существовали свои правила гадания и собственные атрибуты необходимые для проведения ритуала гадали в основном на женихов, желая узнать имя суженого его возраст, его внешность иногда гадали на дату замужества и число детей взрослые ограничивались приметами, по которым пытались определить достаток семьи на Новый год обязательным элементом были и калятки, где резвилась молодежь парни и девушки наряжались в новую одежду, которую предварительно мастерили перед праздником днем ходили по улицам горлане песни калятки или исполняя церковные песнопения заглядывали в соседние дома, где за исполненные песни получали угощения от гостеприимных хозяев во время святок на Руси ходило поверье что от подарков калядующим напрямую зависит благополучие семьи в наступившем году поэтому хозяева не скупились на угощение незваным гостям давали сладости, домашние пироги, печенье, выпечку с наступлением ночи организовывали посиделки где рассказывали друг другу истории, играли на балалайке или гармонии были и другие развлечения во время святок например, переодевание женщины шили красивые сарафаны мужчины подготавливали форму солдатов начищали ботинки в рождественскую ночь начиналось великое переодевание мужчины облачались в женскую одежду а девушки в форму действо было актуальным для поездки в соседние деревни где можно было одурачить простоватых парней или завлечь романтичных особ зачастую девушкам в военной форме удавалось соблазнить доверчивых барышень из соседнего села и даже уговорить выйти замуж шутки заканчивались на следующий день однако целый год молодежь вспоминала потом свои достижения и успехи в переодевании во время святок одинокие женщины частенько сдавали свои избы для молодых парней и барышень которые желают весело провести время во время гуляний чтобы подростки не беспредельничали в такие домишки подсылали пожилых людей задачей которых было следить за порядком но молодежь изворачивалась поила старших и устраивала веселье на полную с песнями и плясками до утра церковь никогда не одобряла подобные забавы но запрещать было бесполезно она боролась с излишним весельем напоминая о смирении в период между Рождеством Христовым и Крещением но полностью искоренить народные гуляния церковь так и не смогла однако были и другие традиции пост и субботники пост проходил в самом начале святок тогда было принято молиться всей семьей и готовить кучью зерновую кашу в качестве основного постного блюда для трапезы зерно которое символизирует вечность субботники это обычные смотрины для незамужних девушек и свободных юношей все необремененные браком молодые люди собирались в одной избе там многие знакомились заводили отношения и даже женились после уже такого вот субботника девчонки вот я вам немножечко рассказала такую вот историю да я думаю вы с удовольствием со мной послушали повязали как было раньше вообще что такое у нас сочельник многие уже забыли что это такое ну в основном наверное сейчас его и празднуют если то в деревнях так я так думаю поэтому вот такое вот нам несет наш предстоящий новый год вот такие праздники такие старинные гулянии раньше были мне было интересно девчонки узнать вот новую частичку нового поэтому на этом наверное я закончу у меня есть еще одна тема потом будет выйдет следующая серия уже на новогоднюю тематику да но об этом я уже буду рассказывать в следующем своем видео я думаю вы меня поддержите в этом и будете также продолжать оставаться со мной ну на этом я заканчиваю девочки всем говорю вам всего вам самого доброго самого новогоднего самого прекрасного и до новых встреч девчонки пока пока